здравствуйте друзья холодрыга у нас тут такая что-то вчера гулять пошел промерз на этим градусов наверно 3-4 тепла было вот вечером и сейчас тоже холодно ну да ладно письмо как бы вы поступали если крестником нету особо денег на подарки и на день рождения и на рождество не то что зарплата маленькая а ее нет вообще плюс еще с родителями одного крестника взаимопонимание никакое у них много детей все неопрятно и мне там вообще не хочется появляться в отношении самого ребенка то не все равно а вот окружение отталкивает жалею что согласилась быть крестный вот такой вопрос ну что ж друзья пока камеру пусть на меня смотрит а там посмотрим как солнышко ляжет мы должны тогда немножко вернуться может быть начать с того какие обязанности на себя женщина взяла когда согласилась быть крестный ну то есть конечно можно сказать что-то чисто такой так ну формально с некоторым там согласилась и согласилась но крестные крестные там бог бог с ним там крестный вот но как бы если мы немножко так в суть вопроса посмотрим исторически о чем речь идет то я бы я бы вот знаете чего мне не хватает в этом слове для крестная там существенно существенного элемента не хватает крестная мать мать и когда значит человек женщина в данном случае участвует в обряде в таинстве крещения да она берет на себя не перед родителями вот у которых неопрятно перед богом вот кстати перед кем она берет на себя ответственность ответственность за духовное развитие становления ребенка духовное и и слово мать почему очень важно мать это такая самопожертвенная любовь понимаете мать любит самопожертвенно и вот в этом смысле например когда я слышу в там где-то вот ей там неприятно там родители у них неопрятно ну ничего и чего и вы вы многим пожертвовали что вот там скажем заботитесь о духовном росте ребенка из-за того что вот там у них и вам там было неприятно но ничего страшно вы же какую ответственность на себя взяли пойти еще раз все что я говорю имеет смысл только только в том плане в каком мы хотим посмотреть на суть вопроса и как бы что есть крестная мать и в чем собственно ее функции и тогда если все это сводится чисто такому ритуальному крестная мать должна дарить подарок первое на рождество второе на пасху и 3 там на день рождения ребенка вот 33 момента ну хорошо значит и тогда она к хорошая крестная мать если подарки дарить если дорогие подарки платить дарит она обалденная крестная мать а уже духовное развитие ребенка до кого колыш вот у него есть родители пусть они и занимаются тем более у них неопрятно понимаете тут что получается человек каждый человек он он бесценен и незаменим кто в том смысле в каком как вот он приходит на в эту жизнь и рождение человека день рождения особенно да вот день рождения в день рождения годичный цикл замыкается и в этот в этот день человек соединяется с моментом своего рождения вот когда у него пуповину перерезали эти и он стал сам по себе ему больше не поступает вот питание там от мамы там тепло пища там и так далее вот вот он теперь сам живет вот он плачет в этот момент они вырвали из этой среды и только он бах вот он пришел в эту в эту жизнь и он пришел в эту жизнь не потому что кто-то хотел его или не хотел бывает что и не хотела ребенок есть а потому что мы так вот мистическом так вот аспекту можем с разных сторон смотреть конечно я просто выбрал такой аспект в котором на вопрос хорошо отвечать значит в мистическом таком аспекте вот есть некие высшие силы которые решили что вот вот этот ребенок должен вот родиться в этой семье и эта семья может гнобить этого ребенка будет вот есть много много людей которые растут в условиях когда их гнобят им говорят вот ты ты нам не нужен был совершенно ты из-за тебя там я не поступил в аспирантуру и вся моя жизнь пошла наперекосяк это это в лучшем случае могут еще бить тоже вот а могут еще пьяные и все что угодно это отдельно то есть понятно что далеко не все люди растут не то что в тепличных а даже в элементарно адекватных условиях человеческих и тем не менее все эти люди появились на свет потому что но так грубо говоря на то была воля божья да то есть было что-то сверху что сказал этот человек нужен каждый из нас нужен если бы мы не были нужны вот ему там там вот как вы его там представляете вот там он высшие силы высшим силам мы были нужны каждый из нас был нужен когда мы живем пойти в рутине в рутине в которой мы живем мы забываем а вот вот об этой части но мы смотрим вот кому нужен там я не знаю там вася вася нужен маме и папе но в лучшем случае того что не друзья какие-то девушка любимая кому нужен какой-то такой человек которого то может быть весь мир знает его думаю вот если бы этот человек не появился на свет как бы этот мир вообще жил он бы без него обошелся задним числом трудно сказать потому что задним числом мы же его знаем вот он есть и вдруг если его отнять то мы что-то потеряем из того что у нас уже есть а если бы он вообще не появился мы в чем мы заметили что-то такое да вроде бы но там как бы другая логика там каждый человек вот нас 7 миллиардов тут на этой планете и мы все важны вот допустим есть там 7 миллиардов строчек кода в программе да его взяли и в одной строчке там запятую убрали бах и и и все и весь код не компилируется и вся программа разрушилась вот там там это так происходит в случае приятно верить что так и вот есть ребенок так у ребенка есть день рождения значит в этот день рождения он подключается к своему предназначению да он открыт и вот вот канал некий возникают в принципе каждый день вот мы утром проснулись вот я проснулся сегодня утром мне на день продлили контракт на день то есть каждый день это рождение можно дойти до минуты до секунд но но так я не хочу уж совсем туда в эзотерику суть уходить но вот мы каждый день рождаемся заново но это по чуть-чуть а вот когда год годичный цикл это совсем друг совсем другой уровень энергетически вот подключение к истокам поэтому как когда у ребенка день рождения там день ангел значит ну да в случае день рождения физического мне важен день рождения значит мы мы должны подключиться к чему-то и ведь крестная мать она же за духовное развитие отвечает не за то чтобы накормить ребенка кашень а за то что за то чтобы он подключился к каким-то нравственным ценностям и и истокам вот как даже лучше всего подключаться к истокам как не в такой день то же самое вот допустим рождество рождество это тот момент когда родился иисус и это это момент когда мы спрашиваем себя тем более если есть ребенок и ребенок должен развиваться духовно и мы за это в ответе значит давай может быть поговорим о том что есть рождение иисуса с чем пришел иисус на эту землю почему важно быть в как сказать в рамках там того чему он учил в рамках учения в рамках концепции очень многие люди кстати взрослые люди которые выросли в нерелигиозной обстановке и никакого отношения к вере не имели ну так там может я не знаю три раза в год церковь сходят и так чисто формально очень многие люди именно в силу того что у них возникла ответственность перед крестниками стали разбираться вникать и и нести это ребенку потому что для вас это может быть так элемент ну не такой существенный вашего же выросли в другой обстановке но вот же есть ребенок и откуда возьмется у ребенка нравственность и какая это будет нравственностью из телевидения возьмется из школы возьмется поэтому крестная мать это человек с которой может быть ребенок первым делится чем-то переживаниями какими-то может быть он к родной маме не пойдет может быть он к этой пойдет потому что у них духовный контакт потому что они не связаны отношениями покушать умыться вовремя подняться там и так далее и там почему двойка по химии значит так что я бы вот если бы я был кому-то крестным отцом того или что-то я я просто отознаю осознание ответственности и меня бы уже там трясло и качало я я бы был почти в ужасе какая колоссальная ответственность но я бы заранее готовился к событиям да и каждый раз там какой-то новый аспект ребенок взрослеет каждый раз какой-то новый аспект мы можем поговорить о нем для этого должен сам был бы разобраться я тоже вырос в абсолютно атеистической среде и ничего такого не знаю вот поэтому насчет подарков давайте мы поговорим дело в том что дарение материального подарка является в некотором смысле отмазкой точнее не то что является но может может использоваться в данном случае тоже это так звучит вот как некоторая отмазка от того чтобы заниматься духовным развитием ребенка а просто сказать вот подарок на подарок денег нет подарок третичен десятиричен абсолютно не критичен понимаете вот его это материальная составляющая если присутствует составляющая духовная которую есть главное подарок всегда имеет характер просто того что ты помнишь что ты любишь человека что у вас есть контакт что ты внимание обращаешь ты говоришь ребенку ты важный ты важный человек в моей жизни вот тебе подарок да вот чем более ты важным чем дороже подарок там тогда значит вы эту важность можете совершенно по-другому проявить очень важно ребенку сказать тип ты важен ты не только для меня важен ты не только для мамы важен хотя может быть ты этого не замечаешь потому что мама тебя тут отругала там тебя в угол поставили и так далее но ты важен вот там вот ты ты та , из-за которой весь код не скомпилируется по этим планетой человечества вот это важно ребенку донести поэтому подарок уже само собой это инструмент подарок инструмент в донесении того что ты важен и учитель хороший он тоже в этом смысле важен потому что он ребенку открывает какой-то мир кстати от солнышка спрячусь он открывает его некий мир который не очевиден хороший учитель вот есть какие-то таланты в ребенке а что то что есть талант талант это один из способов ребенку человеку понять я важен я нужен я незаменим эти в этом мире и вот ну скажем один поет другой рисует третий математические там задачки аналитическое мышление а бывает в одном человеке сразу много талантов есть таланты которые все видят вот все родители видят там учителя видят есть таланты которые не каждый заметит в этом смысле хороший учитель меняет жизнь человека он начинает он видит человеке что-то что открывает ему совершенно новые горизонты новые просторы то же самое тренер спортивный вот есть тренеры работающие там скажем с детками маленькими с постарше с мастерами с чемпионами понимать это разные тренеры они видят как вытащить из человека что-то такое что в нем есть и над и и надо увидеть это у нас софии кстати вот в школе до периодически вот мне говорят миша там поговорить с человеком то есть стоит ли у нас учиться есть ли шанс в этом смысле есть ли шанс я разговариваю с человеком потом мы начинаем софии обмениваться я господи посмотри у нее есть вот это вот это вот это вот это то есть как бы не безнадежный человек и софия смеется и как всегда что-то находишь такое в людях чего совершенно как бы не очевидно вот почему-то вообще на это обращаешь внимание но потому что я это вижу вот она сидит я же его вижу поэтому я в своем деле хороший учитель значит есть хорошие учителя математики физики философии литературы там чего угодно есть учителя которые открывают ребенку мир от увидим в нем какие-то способности есть еще один уровень способности которые не видят учителя которые вот они как даны ему в момент рождения да вот он пришел с этим и зачастую для того чтобы какие-то способности какие-то грани человек человека открылись он должен оказаться в экстремальных ситуациях экстремальной ситуации не дай бог конечно но бывает понимаете бываете то бывает война бывает потоп землетрясения бывает эмиграция в таком ряду поставил эмиграцию ну хорошо бывает я не знаю там бабка там 80 лет уже лежит на печи там помирает и вдруг погибает ее дочь у дочери остается ребенок там 7 лет бабка встает с печи и еще там 20 лет то не знаю 15 ребенка воспитывает и у нее вдруг обнаруживаются силы то есть какой-то такой потенциал заложен в нас в каждом из нас вселенная целая эти и мы используем в этой жизни даже если у нас учитель хороший да я не знаю как нас раскрутили может быть опять на 5 процентов себя только задействовали вселенная целая и вот есть ребенок вселенная и вот есть крестная мать человек который по большому счету отвечает за то чтобы эту вселенную ребенку открылась понимаете и ему и и всему миру и и и в первую очередь вот связь с ответственность перед богом связь с этим богом в том в том плане в каком мы понимаем вот эти вот силы да как не обязательно что он там с бородой на облаке сидит благостный дедушка по всякому можно понимать в том мире в том в той мере в какой мы понимаем что допустим духовное развитие это не пустые слова вот вот за это духовное развитие вы можете прийти с ребенком например и там поиграть я не знаю вы можете степили стишки разучить вы можете придумать какие-то загадки и там с ребенком их отгадывать опять какой ребенок что ему интересно там и так далее вы можете внимание проявить к этому ребенку вы можете почитать там что это на интернете порыться и так далее вы можете сделать даже материальный подарок какой-то вы можете сделать его сами в конце концов на этот сделай сам там и денег то особо не надо или вообще никаких не надо то есть я бы сказал что в тот момент когда вот женщина который вопрос задает тот момент когда она поймет и скажем определиться для себя что главное в этих во всех праздниках это ребенок это ответственность перед садик перед самим за за его духовное развитие и так далее вопрос о том сколько денег потратите какой бюджет там на подарок он отпадет сам по себе неважно ну какой то был там бюджет не имеет значения как вот ответственность которую ты берешь в этот момент когда ты осознаешь все остальное уходит на там второй третий десятый план и решится очень просто я бы я бы так подошел к этому делу и давайте мы пожелаем успехов всем крестным мамам и папам и всем деткам за которых они взялись вот чтобы у них отношения складывались гармонично и вот и глубоко да не 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 на уровне подарочка там подороже или подешевле а на уровне глубоких отношений на уровне вот но не хочется сказать таинства да но но во всяком случае вот глубокий такой духовный контакт чтоб у них возник вот вот за это счастливо а Субтитры создавал DimaTorzok